Сегодня будем стратифицировать кедровый орешек сосны сибирской. Нам понадобится холодная вода, разведенная в марганцовке, то есть марганцовка, разведенная в холодной воде, и сам семенной материал. От схожести зависит, насколько качество семенного материала. Если семенной материал свежий, то схожесть будет хорошая. Высыпаем, оставляем сначала на 15 минут. 15 минут прошло, слили, промыли, и теперь высыпаем в тазик с холодной водой. Следующая процедура. Держим 3-5 дней. 5 дней можно держать в прохладном месте. Я буду держать на нижней полке холодильника. Если у вас нет прохладного места, тогда каждый день промывайте. Сливайте снова холодную воду, чтобы не кислое это дело, и заливайте заново. Все, мы промыли, слили. Теперь стратификацию мы будем делать в агроперлите. В агроперлите агроперлит крупный. Можно делать в песке, в песке в речном, крупнозернистом. Главное, чтобы не было примесей глины. Можно делать в опилках и во мху. Выбор за вами. Какой у вас, что вам удобнее. Если песок, то его надо предварительно прокалить на газовой плите или электроплитке, чтобы сделать дезинфекцию от микробов. Так, я делаю в агроперлите. На них сразу насыпал. И смотрите, при работе с агроперлитом очень важно, пыль, она попадает в организм. Такая пыль не выводится. Сразу, чтобы не было пыли, просто вот так вот заливаем агроперлит водой. От него уже нету пыли. Так, выкладываем. Выкладывайте, пожалуй, сделаем вот так. Так, сейчас во второй пересыплю маленечко. Уровно сделаем. Берем агроперлит вверху. И засыпаем. Как моя практика показывает, ближе к весне начинает заводиться плесень. Это орешки, которые расколотые, они начинают подгревать внутри. Делаем все просто. Все промываем. Отделяем агроперлит, либо песок, от семян. Семенок заново вымачиваем в растворе марганцовки. И агроперлит тоже вымачиваем в растворе марганцовки. Выпилывать ничего не надо. Но, схоже, слепим потом, что вновь не будет. Так, вот так вот перемешиваем. Теперь, теперь закроем крышкой. Вот другой контейнер. В крышке сделано отверстие для поступления кислорода. Раз в неделю я достаю с холодильника, перемешиваю, насыщаю кислородом. Смотрю, нет ли смесневелых. Если маленькие участки, я их вынимаю сразу, обрабатываю марганцовки. И таким образом мы храним в холодильнике до посева. Посев я начинаю от конца апреля до конца мая. Можно даже и в июне посеять. Ничего страшного в этом не будет. Остались у вас вопросы? Задавайте, отвечу. Вот таким образом я делаю сертификацию кедрового ореха в Агроперлите. Теперь мы это дело убираем в холодильник на нижнюю полку. Раз в неделю достаем, проветриваем, проворашиваем, насыщаем кислородом и убираем обратно. Агроперлите. Агроперлите.